Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Экклесиас 7, 26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Рустам Гусейнов. Если бы не Бог, который послал именно вас в мою жизнь, я бы никогда не стал православным. Спасибо вам огромное за ваш титанический труд. Тут о музыке заговорили на занятиях. Вот я решил тоже тут слово ставить, поделиться. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений. И сказали им, будем мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему. И ему приносим жертвы одни Ассардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских, «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их». Вот интересное какое состояние. Пришли, и так же мы верим, только было принять их. А это означает, и тут они будут тогда свои каноны, уставы вставлять. Тогда Израилю никак по-другому нельзя было. Ощущение нации. Вот сегодня где берут там строительство храма, спонсоры разные, а они потом хозяйничают. Они приходят и начинают говорить, я тут вложил такое большое там, ну и прочее. Вот отсюда делать надо вывод какой-то. Стихотворение. Это как эпиграф взято. «Не всё то золото, что иногда блестит. Сентенцией такой под носом утираем. Мочением головы пытаемся крестить, и храм любой толпа считает ораем. Блестит и риза на худой конец, на захудалом, жирном и бездарном. Тот батька, кто надел с цепочкой крест, и вместо проповеди газ пустил угарный». Слова и действия по Библию проверьте. «Всё так ли говорит слащавый поп? Быть может, в храме лишь скоты и звери, кому при счастье исповедь не впрок?» «Без обещаний, речи депутатов, пузатых и крикливых краснобаев, их легион уродливо горбатых, всем обещали завтра дать пораю. «Не всё то золото, что языком намолото. Проверь, сравни с писаниями Еговы. Увидишь водоёмы без воды расколоты, в проектах значатся, как полное и новое. Блестит, начищенный, как пуговица, купол, с усальным золотом архиерея обвешан. Не сам ли дьявол так увёл, запутал? Промямлят при кончине. Виноват и грешен». Живая проповедь заменена молением, стоянием, языческим шатанием. Поп прихожанам перебил голени и выбросил ненужное писание. «Не всё то золото, что при свечах блестит, нахваливается без малейшей пробы. При обещании нам всё и вся простить, но не сказал, как многих он угробил. Слова, что в Библии очищены огнём, перелопащены от сами в толковании, их рассылуем, приняв или пнём, бездействием халатным, ни словами». И вот здесь места писания, напротив каждой строчки, вот прочитайте. 36 строчек, 36 раз надо открыть Библию. И даже последние куплеты два. Лука, Марка, 2 Петра, 4 Царств, Откровения, Иньемия, Иеремия, 1 Маковейская. Вот сколько здесь. Судей, Иаков, Римлян, Айгея, Матфея, Таразакония, Петра и так далее. Сергей Козлюк. «Подписываюсь под каждым словом. Слова, как гвозди, вбитые в древнее дерево. Эти гвозди не вырвешь ни зубами, ни ногтями. Они останутся свидетелями. Того, кто ударом одним загнал их и не повторил удара. Сильно, мужественно, спаси Господь». И вот известия какие есть из интернета. Мне захотелось поделиться с другими. И как же найдет. Бригаду шахтеров. Китайский шахтер 17 лет выживал в завале под землей. Бригаду шахтеров из западной провинции Синьзян ждал невероятный сюрприз, когда они прокопали экскаватором галерею на разделе старого рудника, который был заброшен 17 лет назад после землетрясения, которое вызвало обрушение больших участков тоннелей. «Во время разведки галереи они натулись на 59-летнего вышившего шахтера, который остался в заваленной шахте после аварии, происшедшей в 1997 году». Пишет дальше, где это. «Шахтер был изможден и был немедленно доставлен в госпиталь для полной оценки его физического и психического состояния. Шахтер Синьзян оставался в ловушке под землей после землетрясения магнитудой 7,8, происшедшим в этом районе и вызвавшем обрушение шахты. Синьзян смог выжить благодаря тому, что в той части шахты, в которой он оказался, остались вентиляционные каналы, что обеспечило ему доступ воздуха и помогло сохранить ему жизнь. Он сумел выжить благодаря аварийному запасу риса и воды, хранящимся в подземном депо и предусмотренных специально для такого случая. Мужчина дополнял свое питание тем, что ловил и ел крыс, которые жили в шахте, а также собирал в больших количествах какие-то фосфорисцирующие организмы, которые составляли его источник витаминов. Аварии в шахтах остаются распространенными в Китае, несмотря на рост мер, принимая правительством для сокращения таких катастроф, в которых погибает более 4 тысяч шахтеров в год. Невероятный случай выживания шахтера из Жана в течение 17 лет в заваленной шахте уникален. Прежний рекорд выживания под землей составлял 142 дня и принадлежал британцу по имени Жеф Смит. Он добровольно похоронил себя во дворе его любимого паба с намерением сделать рекорд. Далее, якутский оленевод выживал в тундре 44 дня. Просто зарядите вот это и сами посмотрите. И далее. 2 Царств 6.5 А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисовых дерева и на цитрах, и в псалтирях, на тимпанах, на сисрах и на кимбалах. Я написал стихотворение, и музыку Виктор наложил. Тишина и музыка. Как их соединить, обнявшихся и любящих увидеть? Осталась ли связующая нить таинственных, божественных наитий. Божественных наитий мудрецов, слагавших гимну Властелину Света. В раздумьях они видим, свое закрыв лесо, а они касались солнечных сонетов. Солнечных сонетов от первозданных лет персты нежнейших звуков приобщились. В рокоте громов поэт вступал в куплет. Последняя строка уже слезой кропилась. Строка слезой кропилась и молитвой. Зажар стиха и поэтичность слога. Летящий орлом, ползущий улиткой. Беспомощный дитя сосущего из рога. Дитя сосущего из рога продолжение в рыдании с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, прославить прислужение за птиц, зверей, созвездия, травинки. Зверей, созвездия, травинки поутру и щебетания птиц, ищу уставших. Все от Творца, пославшего нам труд, слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить на память, что есть музыка и бредни. Не кандалами с силой в бубен бить, шабаш нечистой силы колдуны и ведьмы. Нечистой силы колдуны и ведьмы через транзистор, телевизор скачут. Развод покоя с музыкой так вреден. И новый брак с вопящими, тем паче. 22 сентября 2001 года. Музыка и пение Савченко Виктора. Вот здесь нажать надо и зарядить. Второе. Паралепоменон 7.6. Священники стояли в служении своему левите с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его. Так как Давид славословил, через них священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Ну, могу даже показать, как Виктор поет. Думаю, никто не заругает. Здесь это не чужое. Вот так. Хотел посмотреть, а не тут-то было. Ну, вот что сделать. Вернуться назад. Музыка и пение Савченко Виктора. Ну, сами найдете, толкнете. У меня там все, пипит, это сказать, клавиатура закрыта, я не могу сейчас нажать даже. Вот сейчас попробую копировать. И вот здесь где-то вставить. Почему нет, не знаю. Остановочка небольшая. Вот YouTube. Прям YouTube в общий заряжаю. Вставить. Вот она, нашли сразу. Тишина и музыка, как их соединить? Тишина и музыка, как их соединить, обнявшихся и любящих увидеть. Осталась ли связующая нить? Таинственных, божественных наитий. Божественных наитий мудрецов, Слагавших гимны властелину света. В раздумьях, а невидимом, Своё закрыв лицо, Они касались солнечных сонетов. Солнечных сонетов от первозданных лет, Персты нежнейших звуков приобщились. В рухоте громов Поэт вступал в купле, Последняя строка уже слезу и крапивность. Зверь созвездит, Травинки поутру, И щебетанье птиц, Ещё уставших. Всё Творца пославшего нам путь, Слагать стихи для музыкантов наших. Строка слезой крапилась и молитвой, Зажар стиха и поэтичной слуга. Летящую орлом, Ползущую улиткой, Беспомощность дитя сосущего из рога. Дитя сосущее из рога продолженья, В рыдании с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, Прославить прислуженье За птиц, зверей созвездие, Травинки. Звери созвездие, Травинки поутру, И щебетанье птиц, Ещё уставших. Всё Творца пославшего нам труд, Слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить На память, что есть музыка и бреди. Не кандалами силой в бубен бить, Жабаш нечистой силы, Колдуны и ведьмы. Нечистой силы, колдуны и ведьмы. Через транзистор телевизор скачут, Развод покоя с музыкой так вреден, И новый брак с лопящими тем паче. Зверей созвездие, Травинки поутру, И щебетанье птиц, Ещё уставших. Всё Творца пославшего нам труд, Слагать стихи для музыкантов наших. Зверей созвездия, Травинки поутру, И щебетанье птиц, Ещё уставших. Слом Творца пославшего нам труд, Слагать стихи для музыкантов наших. Ну вот, продолжаем дальше. Сергей Игнатов пишет. Слава Богу, Который даёт нам через Слово Божие потолкование святых отцов, Понимание любых вопросов нашего бытия, В том числе различия понятия поношения, От ругательства, позора, уничижения грешника, От обличения, в кавычках, В разумлении, врачевания, Душевных ран согрешившего человека. Приведу недавний пример обличения Моей самости духовным отцом, Назвавшим меня бараном. Завнимательное чтение и инструкции для путника. Когда это слово критики в мой адрес услышала По видеоролику «Моя жена», То улыбнулась, Потому что дух, которым оно произносилось, Был духом любви И отцовской строгости К согрешившему чаду. И наоборот, Одержимый нечистым духом злопыхатель Ищет повод, Чтобы позлорадствовать над грехом человека, Унизить его, а не исправить. Таково действие бесовской разрушительной силы зла, В том числе поношения, А не отеческого обличения порочности Большей или меньшей части прихожан И священников нашей православной церкви. Господь Иисус Христос, А также его апостолы, Претеча Христов и Иоанн, Пророки, Подавали пример того, Как нужно обличать грешника Для его исправления. И это обличение не имело ничего общего С унижением личности человека, Как образа и подобия Божьего. Хотя и запачканного Неподобными делами. Аминь. И вот хочется познакомить. Вот небольшое, Все вмещается на одной страничке. Я уже говорил об этом. Кавычки открыты. Мы исповедуем церковь одну, А создаем и живем в другой. Эмпирическая церковь, Церковь, в которой мы фактически живем И действуем. Страшно не похоже на ту церковь, Которую мы исповедуем и описываем. Здесь становится перед нами Очень серьезный вопрос. Вопрос о том, Что мы или должны признать, Что наша церковность Перестала быть евангельской, И что ничего не можем сделать мы Или вглядеться очень внимательно В то, что случилось В течение столетий С церковью, То есть с церковным обществом. И сделать нужное, Чтобы начать возвращаться К истинно-евангельскому прошлому И строить истинно-евангельское будущее. Большей частью духовенства Церковь никогда не критикует И не ставит под вопрос Ничего церковного. Но я думаю, что если мы не будем Ставить род вопрос Под вопрос То, что неминуемо, Должно быть исправлено, То мы окажемся Недостойными церкви, Которую мы исповедуем. Митрополит Антоний Штурский-Блюм Не ставит под вопрос Ничего церковного. А я как раз занимаюсь этим Больше полвека. Показываю Несоответствие Слову Божию Здесь нет Нападает. Ну, какие люди там Прилипало около церкви-то Священники, Они ничего не знают. Я вчера посмотрел на меня Около... Ну, думаю, что Около ста роликов поганых. Притом ни один, Вот который есть То свет Христов, То еще что-то, То облещите, Лапковщина. Я даже знаю, Кто это СД. Не буду говорить. Мы договорились. Они-то ничего показать не могут. А у меня, Чего же меня не брать? У меня 8500 роликов моих. Наших. В течение столетий уходили. Послы Владимира Были как на небе. На каком небе? Почему никто не спрашивает? Они язычники. Греческий язык не знали, Пришли, не молились. А потому что Ударило по ноздрям запаха. Может быть, Дали даже Что-то съели. Пощупать можно. Ну, В золоте сусальном Выставил там Первый Иерарх. Тут вот так вот все и есть. Не ставит ничего церковного. Никогда не критикует. Критикует слово. Это говорит митрополит. Если бы он не был за границей, Говорили, Когда умер патриарх Пимен, То избрали бы его. Он был бы избран. Его сейчас уже нет. Для меня это очень близко. Ну, нападайте теперь. То, что я говорю, И он говорит. Я так говорю конкретно На сегодняшний день Вижу этих людей. Ну, и показать Наши ресурсы. Это мой мир. Вот он где. Вот так выглядит. Дам я с голубем, То туда не надо заходить. Здесь больше, Потому что там запасной вариант есть. Ну, наш Форум 1600 тем. И видеоканал. Вот он видеоканал. Очень большой. Кое-что мне тут никто не объясняет. Как так? Ну, просмотров бывает. Там где-то больше тысячи. А подписчиков 8 тысяч 802. Ну, а Эти, которые подписчики, Они не входят в число просмотров? Сами дома смотрят? Или как? Ну, и Это не просмотр. А просмотров здесь 8 миллионов 522 тысячи. Вот это вот Показать. Ну, и во свете Библии Сейчас на 10-й я перешел Государство правителей. Государство правителей. Вот это можно взять По одному хотя бы вопросу. Не все то золото, Что блестит, Это я уже убираю Государство. Это новую папку Напочал сегодня. Вопрос 2135 8-й том Открытым оком Открытым оком Это у меня 33 тома Называется так Человеку свойственен Грех человека угодия Взирание на лицо Редко кто решается Идти против Общепринятого Хотя и неверного Уклада церковной жизни Вот Вопрос какой-то В университете Я за кафедрой Задают Им то легче было Постоять за правду У них ни семьи Ни должности не было Ответ На расстоянии Видится это более четко И не в пользу святых Или так называемых Может быть святых Многое они делали В угоду правителям Тем более Патриарху и Синоду Может быть Уродовали свою душу этим И потом думали Что они делают все добровольно Что они именно так и понимают Как и делают А в действительности Они сжимали в узелок Неповторимую свою личность И Не смогли подняться Дотянуться до ступени На которой распростерся Непокоривый пророк Михея сына Ивлая Второе Парапоминал Восемнадцать Тринадцать И сказал Михей Жив Господь Что скажет мне Бог мой То изрекую я Они так и не смогли Получить сертификат С пророком Иеремией Иеремия 1.10 Смотри Я поставил тебе В сей день Над народами и царствами Чтобы искоренять И разорять Губить и разрушать Созидать и насаждать Обличать всех Кто не прав Будь то Ахав Или пронырливая До церковных дел До государственных Назначений До этой кафедры Не дотянулись Ни Серафим Саровский Ни Ян Кронштадтский В России Был таким только Митрополит Филипп И отец Григорий Петров И может быть Монах Авель Еще Но из того Насильно Вытягивали признание Чего уж проще Было Серафиму Ответить От Роеперсии Что эта новизна Никонова Вредна и пагубна Для страны А он так был научен Буду еще Прошкой Мошкиным А потом И не исследовал Что Двоеперсии Есть то Что освещено Семью столетиями Сонном святых Двуперсников Но Серафимушка Гнул уже Под власть Тогдашнюю И ни словом Нигде их не обличал А уже видно было Что крушение Не за горами Вот он и заложил Фундамент Сергианства Угодничество Властям Хотя бы и молчанием А молчанием Предается Бог Григорий Богослов Что же он молчал-то Да зашифровывал На столетия вперед Готовя телесам Своим почет Сверхбожеский Ему это нужно было Сегодня или тогда И приписывает ему Или действительно Он говорил О своем воскресении До пришествия Христова О канавке Непереходимой Антихристом О прочих Ненужных мелочах Из Икиилия 14.9 А если пророк Допустит обольстить себя Православную церковь И на утвердительный ответ Приказал Больной Перекрестить Сатраи Перстным сложением А его никто и не знал Оно было еретическое Для православных Стоглавый собор указал Как персты слагать Все отбросили Их как будто никогда не было И давай вчерашних Давить Пальцы рубить А так Князь Владимир Крестился Антоний Пеодосий Основатели Русского монашества Сергий Радонежский Семьдесят У меня тут переписка была С сегодняшним Митрополитом Корнилием Я говорю У нас есть Старый обряд У нас хорошая Переписка Мы книгами обменялись Вот И Они В церковь Ходили А теперь запретили им приходить Я говорю Мы же не заставляем У нас можно молиться Двуперстная И троеперстная И он говорит А вот этого как раз У нас не разрешается А вам безразлично Ну как безразлично То и другое Спасительное Я же не сказал Что не Святой Серафим Саровский Но Надо быть Повнимательнее К этому Вот это Считаю На сегодня Пока хватит Субтитры сделал DimaTorzok